Схему для нашего следующего упражнения мы соберем довольно быстро. Просто переключим питание светодиода с неуправляемых 3,3 вольт на GPIO-14. А вот дальше придется повозиться. Для начала при помощи HDMI кабеля подключим к малинке монитор. Если вы используете один монитор, то подключать его стоит в первый micro HDMI разъем, тот что ближе к питанию. Затем перезагрузим малинку, чтобы она определила подключенный монитор. В любой из USB разъемов подключим клавиатуру и мышь. Ну что, встречайте интерфейс, с которым нам придется общаться на протяжении курса. На самом деле он немного похож на Windows, а еще сильнее на Linux, потому что это и есть Linux. В нем есть проводник и терминал, а также инструмент, с которым мы будем общаться почти каждое занятие. Visual Studio Code. Здесь мы будем писать и отлаживать Python скрипты. Давайте создадим наш первый скрипт. Для начала сделаем это через проводник. Запустим проводник. Зайдем в папку Documents. Нажмем правой кнопкой мыши. Выберем New File. И введем название нашего файла. В нашем случае это будет первое занятие, первый скрипт. И назовем его Let. Далее поставим точку и введем расширение. Точка Py. Нажмем Enter. Появился пустой текстовый файл, который можно редактировать в обычном текстовом редакторе. Либо в редакторе Python скриптов Tony. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Редактировать скрипты мы все равно будем в Visual Studio Code. Давайте откроем там папку Documents. Нажмем ссылку Open Folder. И выберем папку Documents. В которой уже видно наш пустой текстовый файл. Нажмем ОК. В дереве папки Documents отобразился наш пустой текстовый файл. 1.1.let.py Откроем его двойным щелчком мыши. Перед тем, как мы напишем нашу первую строчку кода, обращу ваше внимание на то, что курс общей инженерной подготовки это не курс программирования. И уж тем более не курс Python. По ходу дела мы будем демонстрировать необходимые и достаточные для освоения курса инструменты. Детали применения той или иной функции вы всегда можете загуглить, либо посмотреть в наших дополнительных видео, посвященных основам языка Python. Для начала импортируем модуль RPI GPIO для работы с GPIO. Тем, кому прямо сейчас не терпится узнать, что значит импортировать, что такое модуль, из чего состоит модуль RPI GPIO, прямая дорога в Google. Там вообще много чего интересного и полезного. Например, исходник схемы GPIO разъема малинки. Тем же, кто готов поверить нам на слово, что стоит делать именно так, предлагаем настроить режим обращения к пинам GPIO порта. Этих режимов всего два. Board и BCM. Разница в том, что в режиме Board обращение к пинам происходит по их физическим номерам, а в режиме BCM Broadcom Soap Channel обращение происходит по логическим номерам, например GPIO 14. В большинстве примеров на официальном сайте Raspberry Pi, да и вообще в интернете, используется режим BCM. Мы тоже находим режим BCM удобным, поэтому пользуемся сами и рекомендуем вам. Внимательный зритель наверняка заметил, что мы три раза написали RPI GPIO. В Python есть удобная опция давать сокращенные названия импортируемым классом. Для этого в строке импорта нужно дописать зарезервированное слово S и добавить сокращенные названия, например, GGG. Теперь в коде нашего скрипта можно заменить RPI GPIO на GGG. Это будет работать, но лично я предпочитаю давать импортируемым классам какие-то осмысленные имена, например, GPIO. Открою маленькую хитрость для тех, кто хочет так же ловко прыгать по словам в коде. Для этого нужно прижимать клавишу CTRL и использовать стрелки. А если вы хотите при этом еще и выделять слова, то нужно просто добавить клавишу SHIFT. Не благодарите. Кажется, пришла пора настроить наш 14-й вход-выход общего назначения как выход. Для этого у модуля GPIO вызовем функцию SETUP. И еще одна подсказка. Чтобы пользоваться автодополнением, можно использовать клавишу TAB, стрелки и ENTER. А когда открываете скобочку, обратите внимание на всплывающее окно с документацией. Чаще всего этой информации достаточно, чтобы понять, как работает функция. В нашем случае нужно указать номер канала и направление. Вход или выход. Канал у нас с вами 14-й, а направление — выход. Осталось подать на этот выход единицу, запустить скрипт и посмотреть, что будет. Подадим единицу при помощи функции OUTPUT. Запустить скрипт в Visual Studio Code можно при помощи зеленой кнопки PLAY в правом верхнем углу. Но мы рекомендуем пользоваться клавиатурным сокращением CTRL F5. Это быстрее, проще, да и выглядит эффектнее. Барабанная дробь. Такой маленький огонек. А сколько счастья. Кажется, мы с вами написали наш первый Python скрипт и освоили цифровой выход. В следующем видео освоим вход.